Несмотря на то, что большинство трейдеров без труда узнают в этих трех свечах пин-бар, сегодня попробую доказать, что пин-бар может выглядеть по-другому. При этом суть паттерна останется прежней. А это в свою очередь поможет избежать ошибок. Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Это может показаться необычным, поэтому попробуем разобраться. Отличительной особенностью пин-бара является быстрое обратное движение. В нашем примере цена сходила вниз и вернулась в течение одного отрезка времени. Теперь посмотрите на комбинацию двух свечей. Может ли это называться пин-баром? Да, это тот же пин-бар, но на младшем таймфрейме. Таким образом, первое определение позволяет не формально, а по сути дать описание паттерна. Поэтому, если увидите что-то похожее на третью комбинацию свечей, это тоже будет пин-баром. Например, первая свеча – это 15 минут, а третья – пятиминутка. Трейдеры любят пин-бар, потому что он часто формируется, но эта особенность регулярно вводит в заблуждение. Поэтому, чтобы не попадать в ложные ситуации, уточним критерий. Пин-бар – это быстрое обратное движение из зоны уровня поддержки или уровня сопротивления. По сути, все три варианта – это пин-бар на разных таймфреймах. Добавление уровня в критерии пин-бара существенно сокращает количество подходящих для входа паттернов. Но не каждый уровень, на котором сформирован пин-бар, даст прибыльный вход. Поэтому выясним, на каком уровне ждать этот паттерн. Для прибыльного входа стоит использовать только очевидные уровни. Очевидные – это уровни, хорошо видные начиная с 5 минут. Но для окончательного определения паттерна этого тоже недостаточно. Важным дополнительным условием будет тренд. Только сформированный на тренде пин-бар можно использовать для входа. Имея критерии формирования пин-бара, рассмотрим три ключевые ошибки при его использовании. Первая ошибка – входить на пин-баре с формированным без уровня. Вторая ошибка – открыть сделку на пин-баре с формированным против тренда. Третья ошибка – самая опасная – искать паттерн внутри бокового движения. Почему самая опасная? Дело в том, что в отличие от большинства паттернов, пин-бар предполагает большой размер стоп-лосса. А в боковике потенциал прибыли к риску небольшой, поэтому соотношение прибыли к риску будет совсем маленьким. О том, как входить в сделку, расскажу сразу после теста, который пройдем прямо сейчас. Чтобы не совершать распространенных ошибок при входе на пин-баре, схем недостаточно. Поэтому рассмотрим 10 примеров. Это и примеры, и тесты одновременно, потому что каждый вариант мы разберем. Так как пин-бар – это точка входа, поэтому цвет варианта будет говорить, какую сделку открываем. Зеленая покупка, красная продажа. Первый пример. Посмотрите на график и скажите, на каком пин-баре можно открыть сделку, не совершив ни одной ошибки. На одном графике может быть от одного до трех правильных вариантов ответа. Вы можете себе поставить плюс, только если ответили полностью верно. Третий вариант – ошибка. В данном случае паттерн сформирован на уровне, но против тренда. Кто здесь открыл покупку, попал бы в ловушку. Если выбрали номер 1 – верно, потому что в данном случае вход в шорт на пин-баре от верхней границы боковика. Ошибка – входить внутри боковика, а на границе можно, особенно в сторону тренда. Если выбрали номер 2 – тоже верно, так как это вход от нижней границы боковика, хотя этот вход и не дал бы прибыли по входу. Второй пример. Задача определить, на каком пин-баре можно войти, не допустив ошибок. Если выбрали номер 2 – неверно, так как это один из вариантов ловли ножей, то есть попытка покупать на сильном снижении или вход против тренда. Если вы выбрали номер 3 – тоже неверно, так как данная ситуация лучше второй только тем, что пин-бар сформирован на уровне. Если выбрали номер 1 – оценивая график, как растущий, очень хорошо. Пример 3. Ошибка – вход без уровня и против тренда. Второй вариант верный, так как к этому моменту цена формирует боковое движение и уже не раз тестирует сопротивление. И хотя формально вход на этом месте – контртренд, сделка дала бы положительный результат, так как позволяла взять две цели с хорошим соотношением прибыли к риску. Выбор третьего варианта верный, так как паттерн сформирован в сторону тренда на уровне. Пример 4. Первый вариант – ошибка, так как паттерн сформирован на уровне, но против тренда, без малейшего намека на смену тенденции. Если вы определили данный график как растущий, то для входа в сделку подойдет второй пин-бар. Потому что в такой ситуации на фоне предыдущего роста тест уровня и дальнейший рост смотрятся логично. Поэтому если вы определили, что график растущий и выбрали номер 2 – поставьте себе плюс. Если вы просто искали пин-бар уровня и остановились на этом варианте, поставьте себе 0, так как тренд – один из ключевых признаков. Если данный график вы идентифицировали как начало нисходящего движения и пробой красного уровня для вас был сигналом для поиска входа в шорт, то выбор третьего пин-бара даст вам плюс 1 балл. Обратите внимание, что если вы выбрали 2 и 3 одновременно, значит ваша оценка за этот пример не засчитывается. Пример 5. Второй вариант неверный, так как несмотря на то, что вход по тренду, но без уровня. Покупать на сильном снижении без дополнительных признаков смены тенденции – ошибка. Выбор первого варианта верный – цена в боковом движении – вход от верхней границы в шорт. Пример 6. Первый вариант – ошибка – вход на уровне, не дождавшись признаков смены тенденции. Второй вариант тоже неверный, потому что паттерн сформирован на уровне, но против тренда. Выбор третьего варианта – верный, пин-бар сформирован на уровне в сторону нисходящей тенденции. Пример 7. Покупать на сильном снижении без дополнительных признаков смены тенденции – ошибка. Та же ситуация и во втором варианте. Паттерн сформирован на уровне, но против тренда. Третий вариант – вход верный, есть уровень и сделка по тренду. Пример 8. Первый вариант – неверный. Это неверный вариант только в этой ситуации, так как мы не видим тренд на старшем таймфрейме. Но если бы цена до этого росла и это движение только откат, то вход был бы верным. Продажа на уровне, но против тренда – ошибка. А это верный ответ – вход в сторону тренда на уровне. Пример 9. Покупка на уровне, но против тренда. Цена не дала ни одного признака смены тенденции. Так входить нельзя. Та же ошибка. Паттерн сформирован против тренда. Это верный ответ. Если уровень и паттерн сформирован по тренду, важно понимать, что все правила не панацея, потому что на рынке все правила работают с большей долей вероятности. Это значит, что даже если все критерии соблюдены, есть возможность для убытка. Посмотрите на этот пин-бар. Он сформирован четко по всем критериям, но вход был бы убыточным. Что делать? Увы, сделать здесь ничего не получится. Нужно принять тот факт, что даже самые хорошие точки входа дают иногда убыток. Многим это сложно принять, но это рыночная реальность. Пример 10. Вход на уровни, но против тренда. Ошибка. Даже несмотря на то, что сделка могла бы принести прибыль. В этом и сложность трейдинга. Сделки по правилам иногда убыточны, а сделки против правил иногда приносят прибыль. Как быть? Здесь важно, чтобы сделки по правилам с большей вероятностью приносили прибыль. Если так не выходит, значит нужно дорабатывать правила. Второй вариант верный. Есть уровень. Тенденция восходящая, хотя и слабая. Третий вариант. Отвечает всем трем правилам, но возможно эти правила можно дополнить. Напишите свои идеи в комментариях. Прежде чем перейдем к итогам по тесту, расскажу как открывать сделки на пинбаре. Сначала посмотрим агрессивный вход в покупку. Этот вход оправдан при сильном тренде. Цена пробила уровень. Выше уровня выставляем buy-stop. Stop-loss ниже уровня. На обратном движении цена захватывает нашу заявку и сделка открыта. Если бы ждали окончательного формирования паттерна, то войти не получилось бы. Если не успели, не страшно. Консервативный вход позволяет войти, когда пинбар сформирован окончательно. Посмотрим как входить. Паттерн уже сформирован. Выставляем заявку buy-stop за high-switch, а stop размещаем за low. На обратном движении цена захватит заявку и откроет сделку. Для входа в short логика та же. Сначала агрессивный вход. Переходим на меньший таймфрейм. Ниже уровня выставляем заявку sell-stop, выше уровня – stop-loss. На обратном движении сделка открыта. Если паттерн сформирован, тогда выставляем под low-switch заявку sell-stop. Выше high размещаем stop-loss. И на продолжении движений заявка исполняется. Ничего сложного здесь нет. Подходите к торговле ответственно. Трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала. А доходность не гарантирована. Подводим итоги по тесту. Если набрали меньше 5 баллов – тест не прошли. От 5 до 8 средний результат лучше попробовать еще раз. 9 и выше баллов – отличный результат. Если вам понравился ролик – ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите сколько баллов набрали в тесте с первого раза. Подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...